На протяжении года в различных соцсетях и на профильных музыкальных порталах мне постоянно попадалось коллектив с одним очень странным названием «Гнилой район». У меня даже возникло подозрение, что их подвижением занимался один и тот же человек, потому что в любой, даже очень далёкой от музыки темы, но пользующийся определённой популярностью, появлялся этот человек или немножко похожий на него и предлагал всем послушать творчество Станислава Буя и его проекта «Гнилой район». Хотя самое первое, наверное, упоминание об этом коллективе было летом 2013 года в связи с трагическим уходом из жизни Михаила Горшенёва. Тогда в первый раз мне попалась информация о том, что Станислав Буй рассматривался на роль вокалиста в группу «Король и Шук». То есть, конечно, тогда это никто всерьёз не воспринял, но потом вот это постоянное муссирование, наподобие зубной боли, как-то вот оно напрягало. Периодически человек, кто всплывал под разными именами, кто выплывал, и везде этот «Гнилой район». И вот, наконец, сегодня, по причине болезни, я решил ознакомиться с творчеством данного коллектива. И начнём мы с того, что попробуем посмотреть клип на забойную песню. И вот с первых же аккордов смущает очень синтезаторское звучание гитары. В своё время, когда я только сам пытался играть на гитаре, это было год 2003-2004, мне тогда ещё знакомый подарил гитарный процессор. По-моему, это был «Мегабосс». Вот он тоже издавал такие вот синтезаторские, квакерские звуки, которые вот отдалённое, очень отдалённое сходство имели с настоящим овердрайвом, дисторшеном и вообще хоть с каким-либо перегрузом. Видимо, в силу малобюджетности команды, музыкантам приходится использовать настолько устаревшее оборудование. Хотя я могу ошибаться, и это может быть просто стилистической фишкой коллектива. Да, обратите внимание на басиста коллектива. Он выглядит немного потерянным на общем фоне. Совершенно нет у человека осознания, где он, зачем и почему. Возможно, он очень скромный человек, а может быть, его просто попросили попозировать в кадре. Видимо, оригинальный басист не являлся настолько киногеничной личностью. Особо подкупает этот злой советский плотный мужчина на вокале. Его действительно колоритные штаны в духе гардероба моего любимого дедушки настраивают на определенный такой вот именно колхозный панк-рок, которому, судя по другим песням, сам Станислав и стремится. Как бы дух творческого наследия Юрия Клинских непосредственно в этих штанах соблюден на все 100%. Опять же, посмотрите на басиста. Он старательно, надо отдать ему должное, пытается изобразить что-то, что в его понимании является герой на музыкальном инструменте. И если бы не такое вот растерянное выражение лица и взгляд куда-то в сторону за камерой, его действительно можно было бы принять за виртуозного басиста. Кстати, все-таки, видимо, такое пластмассовое звучание гитар я поглечился с выводом, все-таки оно является, наверное, стилистической особенностью коллектива, потому что, как я вижу, ударник, который носит на лице хоккейную маску или этого от слова. Джейсом из пьяницы 13-го, что, собственно, не очень важно, играет на электронной барабанной установке. Ну, нужно отметить, что Станислав Буй при всем своем старании, пыли и энтузиазме совершенно обделен выдающимися и хоть какими-то вокальными способностями. Все, что в нем есть, это действительно вот этот напор, это какая-то страсть, стремление быть продолжателем творческого наследия Юрия Кринских, более известного в миру, как Хоя, отца основателя вокально-инструментального ансамбля «Сектор газа». Как мы видим, к Станиславу присоединился второй вокалист, а точнее так, как он сам себя самоидентифицирует, бэк-вокалист «Мегатрон». По своему виду он представляет собой яркий образец типичного посетителя концерта русского рок-а. Атрибутика, поведение и вокал абсолютно аутентичны. То есть, вот, если я сейчас встану, пойду на любой, абсолютно любой концерт русской рок-группы, я обязательно наткнусь на даже не пару, тройку, а не на одну дюжину таких «Мегатронов», причем обоего пола. Ну, песня сама по себе отвратительная. Какой-то невнятный гитарный риппинг, слабый вокал, полное отсутствие какого-то пособа. Да, я понимаю, человеку хотелось сделать песню вроде там «Вступление» на каком-то альбоме «Фиктора газа» было, когда Калинских на музыку группы Queen вывел рок-ю, наложил свой текст, в котором перечислял имена участников коллектива. потом по-моему на газовой атаке в репетиции что-ли было нечто подобное. Но там это звучало, насколько я помню, из детства как-то пободрее что-ли. А тут это все проседает и вот в купе с видеорядом просто впечатление какой-то дешевой клоунады. Как бы безобитый. я все понимаю, но как-то давайте попробуем посмотреть что-то еще. Да, вот сейчас мы попробуем с вами посмотреть другой клип группы Гонилой район веселей народ. Да, 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 бодрый. Вот уже такой мотивчик пободрее, гитара уже больше похоже на гитару нежели чем на какой-то синтезатор или вообще MIDI-секвенсор. да, вот в этой песне Станислав будет со товарищем пытаются как можно ближе подойти к вокальной подаче уже вышеупомянутого Юрия Клинских. Ну и вообще сам антураж видеоклипа располагает к мифологии сектора газа как такового. вот-вот пошла какая-то движуха уже что-то такое близкое к панк-року, да, это, конечно, смотрится все как деревня и колхоз, или даже как скорее, когда в этом КВН, КВНщиков заставляют снимать какое-то свое видео домашнее задание, где они там снимают клипы, пародии на все, что им в голову взбредет, если им не дойдут, по-моему, тематически. Ну, в общем, не важно. Помню, какой-то там команды, у меня еще что-то было, по-моему, пародия на Сергея Зверева, Дольче Габбана, вот в таком же стиле было выполнено, и, в принципе, насколько я помню, Ютубу и Контакта, очень так вот он тогда хорошо разошелся, практически вирусом, тепло принял его народ. Ну, что? Ну, единственное, что меня вот тут озадачило, то, что вот они там вроде сидят в подвале, пьют водяру, а потом приходит буй, и вместе с ним они начинают пить пиво, ну, как бы, по законам алкоголизма, да, нельзя, как бы, понижать градус, заниматься таким вот непотребством, потому что потом, вот, после таких вот впечатляющих прогулок с топорами, лопатами, косами и туалетной бумагой, или что там у Мегатрона, я сейчас на стоп-пиадре не могу рассмотреть, все заканчивается очень печально, и преснопамятными вертолетами из апокалипсиса сегодня, принцесса Форта Коппол. Ну да, сейчас впечатляющая актерская игра, кстати, тоже присутствует в клипе. Неожиданно откуда-то появляется парень с косой, в этом черном балахоне, опять же маской Джейсона, и с пятницы 13-го, абсолютно непонятно, то ли он на самом деле появился, то ли они так насинячились пивом после водки, что он им стал мерещиться, не знаю, не знаю. Да, да, вот Смерть пришла, они составили играть ее сначала в шахматы, тут как бы может быть такая вольная отсылка к песни Короля Ишута, Генрих и Смерть. Правда, там ее водкой не напаивали, Генрих проиграл, но не суть. Смелые парни с гнилого района напаили Смерть водкой, вместе с ней стали бухать, пресать и делать другие непотребные для простого человека, но близкие сердцу алкоголику вещи. Ну а вообще Смерть какая-то такая вот хилонькая оказалась, что я даже какие-то деревенские шкуры совершенно спокойно обыкновенным ведром для нечистот смогли вырубить. Так что вот это все как-то так. Ну вот если так подвести итог, то гнилой район это, конечно, тяжело назвать музыкой в той или иной степени, но чувствуется, что ребята делают это искренне, от души. То есть это как бы не поиск, да, какой-то коммерческой наживы или способ приобрести какие-либо материальные блага, потому что, ну, кто, вот кто в здравом уме, за это даст какие-то реальные деньги. Нет, это все просто как бы как хобби, да, вот по ребятам видно, что они живут этим, да, у них это жизнь, это близкие к сердцу и духу образ жизни, они позаимствованы из творчества Юрия Клинских и его коллектива Сектора Газа. Как бы гнилой район, они живут этим, ну и пускай же, в принципе, никому ничего плохого они не делают, записывают свои безобидные песни, выкладывают клипы, да, там кто-то их пиарит, но это так, мелочи по сравнению с тем, что есть еще в интернете. Но в целом я не рекомендую никому слушать эти вольные панки на творчество Сектора Газа, но я уважаю хобби этих парней. Ведь они могли и просто тупо забухать. Да, такие дела.